Подача, вкус и акцент на кулинарное мастерство. В колледже сервиса и туризма Твери на конкурсе поваров встретились студенты из профессиональных учебных заведений Тверской области. За кулинарной битвой наблюдала Наталья Чекет. С самого утра на кухне колледжа жарко во всех смыслах. Участники готовили в парах блюда для детского меню. Первое, второе, напиток и десерт. И представляли их на суд жюри. Илья Майков над выбором будущей профессии долго не думал. Пошел по стопам дяди, который работает шеф-поваром. Говорит, конкурс – это хорошая возможность проверить свои навыки. У нас были тарелки под суп в виде зайца. Туда мы налили бульон и положили пельмешки. Это было первое блюдо. На второе у нас был, получается, куриный рулет с макаронами и изделиями. И десерт у нас был в суфле в виде бабочки. Много всяких мармеладок, тоже сделанный из сока ягод. Компот был мандариново-малиновый. А студентки Конаковского колледжа решили приготовить на первое куриный бульон с лапшой. На второе – шашлычок из курицы с ананасами и беконом. И кабачковое пюре. А для украшения – помидоры черри. Думали, что больше любят дети, что им подходит. Подбирали. Смотрели. Смотрели, искали. Думали, что лучше и вкуснее. Больше на ярко-красочное что-то. Более… что можно быстрее скушать и побежать играть. После завершения этапа приготовления самый ответственный момент – это оценка жюри. Профессиональные повара обращали внимание на выбор ингредиентов, способ их приготовления, оформление и, конечно, вкусовые качества готовых блюд. Детское меню – это, прежде всего, соблюжение рецептуры. Минимум специй, да, минимум красителей каких-то ненатуральных. Незамысловатость тепловой обработки, да, это может быть какие-то пара, варка, припускание. Лучшими стали студенты Тверского колледжа, сервисы туризма и Конаковского колледжа. По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, задача региональных властей – это обеспечить выпуск специалистов с высоким уровнем подготовки по специальности, востребованным на региональном рынке труда. Продолжение следует...